добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю наш канал здоровы с нами где мы вас знакомим с разными рецептами и в основном как можно лечиться дома сегодня я хочу поговорить с вами о выходе из голода о входе в голод мы уже говорили о голоде говорили вот мы проголодали я проголодала семь дней вчера был седьмой день сегодня я выхожу из голода это я хотела больше но так получилось надо выходить а сестра у меня проголодала восемь дней на один день больше мы все ждали кетоацидоз то включится когда вы продолжили но кетоацидоз у меня не включился кетоацидоз у меня включался всего два раза первые два голодания когда я голодала это было в четырнадцатом году потом я голодала каждый год и каждый год у меня больше не включался кетоацидоз кетоацидоз Это когда у вас на седьмой, восьмой день, вот в четырнадцатом году на втором голдане, у меня он включился на четвёртый день. Это когда у вас включается кетоацидоз, это у вас жуткий запах тела, всё пахнет, постель пахнет, и запах ацетона. Это говорит о том, что включаются внутренние резервы и начинает как раз вот тот самый аутофагия, когда организм начинает всё плохое поедать. Вот я его всё ждала, но, видимо, его уже не будет, потому что сначала у меня пахло изо рта 5 дней, уже шестой день у меня не пахло, седьмой день не пахло, сегодня уже с утра тоже не пахло. Поэтому я вот уже начинаю выходить, потому что сейчас уже всё-таки конец мая, надо начинать работать, надо трудиться как бы, поэтому надо выходить на выход. Я рассчитываю, у меня голодало 7 дней, но я выходить буду 5 дней. Цароедение в основном постараюсь. Обычно я срываюсь вот именно на выходе на голода. Что мы делаем для выхода? Вот что я делала, да? Вчера, седьмой день, я выпила сульфат магния, пакетик. Ну, как обычно, сульфат магния насыпаем в стаканчик, заливаем кипяточком чуть-чуть, чтобы оно растаяло, кристаллы все растаяли, и вот это небольшое количество, четверть стакана выпиваем, он очень горький, и быстро запиваем в стаканах воды. И потом можно пить воду. И когда вы пьёте воду, каждый раз у вас уже идёт очищение. Обычно, вот я помню, я на утро ещё голодала, мне нужно было ехать в Анапу за продуктами, и я... Потому что решила выходить голоду, да? И я выпила вечером сульфат магния в надежде, что меня ночью прочистит, а утром я спокойно поеду, пойду пешком по берегу, и поеду там уже на автобусе в Анапу. Я выпила в 7 вечера, а начала меня чистить только полседьмого утра. И поэтому я вчера спокойно выпила в 3 часа. И думаю, ну, спокойно меня почистит. А у меня в 4 была назначена консультация по скайпу. И даже нет, я, наверное, выпила в 4 часа. Выпила прямо перед консультацией, думаю, ой, пока меня почистит. И уже консультация час, и у меня без 24 я уже такая сидела на стуле, думаю, блин, еще 20 минут. Ну, неудобно, человек, я не знаю, что меня будет чистить, убегать, да? То есть вот так. Вы выпиваете сульфат магния, пьете большое количество воды для того, чтобы на соли... Вода помогала солям растворяться, концентрацию как бы разбавляла. Ударная пошла сначала, потом просто мы помогаем организму и добавляем воды. И начинает выбрасываться желчь, потому что потом, вот после консультации я пошла, у меня очень сильно меня тошнило, то есть желчный все-таки не раскрылся сильно. Я попросила Стаса, он мне хорошо продавил желчный пузырь, и мне стало полегче. Сестра у меня тоже выпила сульфат, ей стало легче, ее вырвало, вырвало желчью. И когда вырывает желчь, она все равно открывается, уже как бы она почувствовала облегчение. Если вы выпили сульфат магния, и вас тошнит, и у вас нет возможности никакой продавить желчный пузырь, промять живот, тогда вы просто берете, выпиваете 2-3 стакана воды быстро, теплой, два пальца в рот, чтобы вас вырвало. Тогда вы почувствуете облегчение. Желчь выбросится, и вам будет легче. Еще мы заметили с сестрой, что сухой голод мы переносим легко. Уже наоборот началось, чем дальше голодаешь. Вообще не хочется пить, не пить ничего. А вот когда ты начинаешь пить, у тебя появляется жажда. И во рту сохнет, и ты постоянно хочешь пить. В таком случае не надо пить большими стаканами, вам надо пить по глоточку, по глоточку, по чуть-чуть. Вот выпили, да, на пираде 1-2 глоточка, и через некоторое время опять. В этом плане хорошо бы носить с собой бутылку, но проблема в том, что пластиковые бутылки – это пластик, как бы там они ни писали, хороший, нехороший. Вот я вот… Это все равно он попадает в организм. Проводили эксперимент, брали одноразовый стаканчик, наливали туда спирт или водку и взвешивали вот на электронных весах. Столько-то весил спирт. Он постоял там несколько минут, переливали опять, опять взвешивали этот спирт, и он весил немножечко больше. То есть он растворяет пластик. Пластик, хотите вы этого или не хотите, постоянно, постепенно переходит у нас в воду. Скажут, там химики, все ерунда, ерунда. Проведите эксперимент, посмотрите. Поэтому я смотрю на диагностики, и у очень многих людей идет аллергия вот на эти составляющие пластика. Что еще могу сказать? Вот сейчас, сегодня я, как уже вышла, вчера у нас был сульфат магния, после сульфата магния нас начало чистить, выходит жидкий, черный, темный стул. Прям густой такой, это вот прям чувствуется желчь, но она черная. Она такая застоялась в желчном, потому что мы ничего не ели, желчи некуда было выбрасываться, и вот она накопилась, и вот мы ее сбросили, она черная. Прям вот на ощупь даже можно посмотреть, она прям как зубная паста, наверное. Такая даже, наверное, гусь, она маслянистая такая, более. Это вот, значит, я сходила один раз, через некоторое время второй раз, а потом уже ночью, я вчера очень рано легла в 9 часов, прям чувствую, хочу спать, думаю, ничего не буду делать, пошла, завалилась спать. 9-15 было, да? И ночью, я не знаю во сколько, я вскочила, и из меня вот вышла самая большая порция черного, густого, без запаха, без ничего, вот этой жижи. И я поняла, что это вот было остаточное, вот это все, что вышло, из меня вышло все. И сегодня с утра я встала, выпила воды, обычно я с утра пью всегда кислую воду, то есть мертвую воду, да, из азонатора, она более кислая такая, здесь, сколько она у меня, 3,5 выпила. В это время я прозонировала морковь, потом настолько выжималки вышла, но так как у меня там морковка лежала давно, у меня вышла вот прям в стакане, чуть ли не на донышке. Я добавила туда еще щелочной воды с микробами, у меня стоит такая банка специально с пробиотиками. И вот где-то четверть стакана этого сока для начала достаточно, полоточками потихонечку выпиваешь, и вот такое вот начинается, начинается такое как головокружение, как опьянение, потому что ты не ел, и вот ты даже вот этот выпил сок, разбавленный. И вот такое вот это. Это вот я выпила, теперь я выпью такой же сок, уже не разбавленный, но только тоже полстаканчика, где-то в 12 часов. То есть это было в 8, теперь в 12. То есть не надо вот спешить. Я раньше выходила, ела каждые 2 часа, но это опять привязка ума, и ты ходишь и смотришь, и смотришь на эти часы. Нет. После голода очень легко контролировать свой аппетит, его еще пока нет, он еще не проснулся, потому что чаще всего нами управляет наш ум. Это он все время, вот я, может быть, друзья заметили у меня на фейсбуке, что я за это время, за эту неделю нашла кучу очень вкусных, очень разных рецептов, забрала их себе в специальный файлик, и вот потихонечку готовлю. сейчас вот, например, я вчера сыну утра сделала, я нашла рецепт, там, значит, морковка жарится, лук обжаривается, добавляется, тертый, без кожуры, получается, помидор, это все обжаривается, добавляется томатная паста, чуть-чуть водички, но я туда еще добавила перчик, потому что, ну, вы можете отдавать все, что у вас лежит в холодильнике, чтобы оно не пропадало, да, чеснок, там еще можно было добавить орехи, просто у меня орехов сейчас нет, и потом, когда это чуть-чуть перекипело, вы туда кидаете два яйца, у меня есть такая маленькая амбейская сковородка, я туда кидаю два яйца, накрываю крышкой, получается, яйца получаются как пашот, они просто в белом, желток полностью сырой, и вот эти овощи, и вот я ему даю это блюдо, и он говорит, мам, это очень сытно, это очень много, то есть получается, один помидор, пол морковки, но я туда бросила четвертушку перца вчера, ложку томатной пасты, вода, два яйца, и он сытый, и потом он очень долго не хочет есть. Что еще, какие вот теперь надо знать детали на выходе из голода? Первый день вы пьете только сок. Нам надо помочь нашему желудочно-кишечному тракту запуститься, не наедаться, потому что вот у нас товарищ, который с нами голодал, третий, да, он один день был на воде, второй день был сухой, сегодня с утра я встала, говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, да я выпью кофе, ты что, с ума сошел? Ты чистился, голодал целые сутки на сухом голоде и решил выходить кофе? Он говорит, а как раз это же не голод один день? Ты пойми, организму всегда надо помогать. И вот ты на сухом был целый день, вчера очень хотел пить, вечером не выдержал, начал уже пить воды. Надо всегда проставлять себе вот такую какую-то схему, план, алгоритм и строго его соблюдать. И уже вот очень сильно, если вы срываетесь, тогда как-то анализируйте, ну, делайте всё-таки в правильном направлении эти вещи, а не так, ой, я сегодня не голодаю, я сажусь и пью кофе. Зачем? Зачем это делать? В итоге я ему дала два огурца, он их натер, натерки и говорит, слушай, какой сладкий огурец. Вот вы заметите на выходе из голода, что все продукты сладкие, именно поэтому монастырский говорит, что мы перенасыщены углеводами, что всё-таки нам нужна низко углеводная диета, а не такая, как мы вот это едим-едим-едим, хлеб углеводы, вся сладость углеводы, овощи, они более нейтральные, но тоже углеводы, сахар углеводы, каши углеводы, и получается, мы едим они углеводы, и практически мы не едим именно растительного жира, вернее, животного жира, а он нам очень нужен. У нас Оксана Имбетова, когда мы выходим к ней на обучение, на хиджам, она проводит очень хорошую лекцию, я вот вам рекомендую записаться или на вебинары её, или на её обучение, она обучает хиджами, и объясняет там дополнительно, почему мы как всё работаем, и она очень хорошо объясняет нам именно про L-карнитин, правосторонний и левосторонний, и она объясняет, что наши клетки, они все вокруг, вот эта межклеточная жидкость, всё-всё-всё, заполнены правосторонними этими карнитином, а нам нужен именно L-левосторонний, потому что только его, только у него есть ключи, как бы пройти в клетку, простыми словами, а он есть не у варёных продуктов, это только у сырых продуктов, а у сырых продуктов это что белок, например, сырое яйцо, не можете есть такое, или сомневаетесь, сальмонелла, все кричат, сальмонеллы внутри яйца нет, она есть только на её скорлупе, пожалуйста, прозонируйте яйцо, помойте яйцо содой, как-то продезинфицируйте щелочным мылом, всё, раньше всегда, яйца в садиках, я помню, когда я работала медсестрой в садике, яйца в садике всегда замачивали в соде на 10 минут, или берите перепелины, перепела, у них нет сальмонеллеза, вот вам, пожалуйста, живой, левосторонний карнитин, это яйцо, сырое, икра, вся солёная рыба, правильно приготовленная, она не варёная, там тоже есть, получается, а вот ты что говоришь, бобы, 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 это бобы, да, но они правосторонние, и вся варёная еда, поэтому сыроеды, конечно, немножко правы, но проблема в том, что у них нету левосторонних, и очень часто проблема вот в том, что у них не выбрасывается жилость, и если вы хотите замаслиться, то, пожалуйста, это жиры, почему вот все любят, я помню, я удивлялась, что в Узбекистане все постоянно едят этот курдючный жир, раньше в магазине продавался у нас свиной жир, на нём мы жарили картошку, я помню, мама всегда заготавливала, назывался комбижир, она смешивала гусиный, бараний, и ещё какой-то жир, у нас свиней не держали, или мог быть даже говяжий, вот это всё перетапливали, смешивали, и он застывал, на нём готовили, то есть это были натуральные жиры, которые усваиваются, сливочный жир, а растительное масло, оно тоже правостороннее, но это отдельная лекция, это надо, кто интересуется этим, поинтересуйтесь, посмотрите, вот Оксана Аймбетова об этом очень хорошо рассказывает, может быть у неё там на канале, это или на сайте, у неё это можно посмотреть, Оксана Аймбетова-Ищенко, она сама из Астаны, и она вот занимается у нас обучением хиджами. Теперь, значит сегодня я целый день пью сок, завтра уже можно начинать есть овощи, желательно брать один вид овоща и есть, но вы заметите, что, например, если вы возьмёте просто огурец и начнёте его кусать, да, ну, огурец вы ещё как-то прожуёте, он мягкий, а вот морковку вы не сможете, вы даже вот такую одну целую морковку, не нарезанную, не сможете, её надо будет мелко натереть. Почему? Потому что организм, ну, тяжело жевать, вот настроение мне, например, не нравится, там всё жуёшь, 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 что-то надо жевать долго, да, мы привыкли хоп-хоп и съели. Если у вас нет зубов или проблемы с зубами, у меня, например, вот мне 55 лет, и у меня все зубы свои, поэтому мне как бы в этом плане легко, но я знаю, что есть куча народу, у которых то этих зубов нет, то передних нет, то ещё каких-то нету, у них какие-то там что-то вставные штуки, которым они не могут ничего кусать, то они там отваливаются, то ещё что-то, я в этом не понимаю, но я знаю, что есть такая проблема, и тогда вы просто берёте и всё на тёрке трёте и едите. Нельзя. Масло. Пока. Пока только овощи. Вот, например, вы, если едите, вот сейчас вот с утра съели огурец, то в обед уже можете съесть, например, морковку, или если вы хотите, если у вас есть желание, вы можете сделать салатик, да, из морковки, там его натереть, нарезать, можете посолить, хотя вот оно очень вкусная еда после сыроедения, она вся сладкая, очень сладкая, и ты удивляешься, что вот что бы ты ни поел, всё сладкое, даже вода, когда ты вот особенно её пьёшь после сульфата магния, да, сульфат магния горький, а пьёшь воду, и она как будто с сахаром. Я помню, когда я сыну давала, вот он пьёт, да, сульфат магния, и вот он говорит, мам, ты что, сахар добавила в воду? Я говорю, нет. то есть на самом деле, мы просто привыкли её пить, мы не замечаем, поэтому вода у нас щелочная, она слабо щелочная, но она щелочная. И вот это вот первые у меня два дня так будет. Дальше посмотрим, дальше я буду добавлять уже потихонечку, может быть, ну вы можете чередовать, например, но нежелательно есть помидоры, помидоры кислые у нас, нам надо всё-таки пока сейчас щелочную. А там уже третий день вы можете есть фрукты, или вы можете второй день есть фрукты, или вы можете чередовать, например, вот в обед съели огурец, ну просто нету фруктов, ни сезон, зачем? Да я, овощей, конечно, нету, но по крайней мере, тут вы можете добавить и репу, и редьку. Всё, выбор сейчас огромный, просто вы не можете добавить кабачки, баклажаны, потому что их надо готовить. Вот такие вот дела. Спасибо вам большое. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...